Если верить изданию «Политико», то в команде Дональда Трампа всерьез обсуждается вариант сделки с Кремлем для прекращения войны в Украине. Сделка эта главным образом заключается в том, что НАТО откажется от дальнейшего расширения на восток. Когда Трампа спросили, хочет ли он снять с повестки дня возможное вступление Украины в НАТО, он сказал, что обещание будущего членства Украины было ошибкой и реальной причиной, почему эта война началась. В лагере единомышленников Трампа преимущественно считают, что Украина должна оставаться за пределами Альянса. Трамп скептически высказывался об идее, что Украина может полностью изгнать российские войска со своей территории. И говорил что-то вроде «Если Украина победит, какая с этого польза?». Если у кого-то возникает вопрос, а при чем тут Грузия, когда речь идет о попытке завершить российско-украинский конфликт, то ответ прост. Не расширение блока НАТО на восток означает, что в него не вступит не только Украина, но и Грузия. То есть это будет фактически являться отказом для Грузии в вопросе интеграции в Североатлантический Альянс. Опять же, мы не можем сейчас с полной уверенностью утверждать, что это уже подтвержденная и стопроцентная информация. Это пока что лишь теория. Да и Дональд Трамп на данный момент не президент Соединенных Штатов Америки, а кандидат в президента. Однако вопрос вступления Грузии в блок НАТО – это момент куда более щепетильный и сложный, чем вопрос вступления в Европейский Союз. Евросоюз – это экономический политический блок. Если ты готов соблюдать определенный ряд критериев, то имеешь шансы быть в него интегрирован. НАТО – это все-таки блок военный. А Грузия – страна, имеющая прямую сухопутную границу с Россией и являющаяся той страной, которую РФ хочет иметь в своей геополитической экосистеме. Потому для России вопрос вступления Грузии в Североатлантический Альянс очень болезненный. С одной стороны, конечно, находящаяся в блоке НАТО Грузия никакой реальной военной угрозы для России не представляется. С другой, позволяя Альянсу расширяться на восток, РФ теряет зоны своего влияния, ибо те оказываются, грубо говоря, военными базами штатов. И, конечно же, России, как стране, которая претендует на звание региональной державы, такое развитие событий не нравится. И РФ, имея ресурсы, позволяющие ей противодействовать интеграции ряда стран в НАТО, будет это делать. В том числе, это одна из причин, почему на данный момент Россия держит под оккупацией два грузинских региона – Абхазию и так называемую Южную Осетию. Это один из способов давления на Грузию и принуждения Тбилиси к игре по тем правилам, которые устраивают Москву. Однако, даже несмотря на это, раньше все-таки была какая-то надежда на то, что ситуацию можно разрулить, как-то обойти российский фактор. В 2008 году, еще до Российско-Грузинской войны, Украина и Грузия не получили официального приглашения стать участниками плана действий по членству в НАТО. При этом, обеим странам тогда говорили, что дорога расчищена и нужно просто немного подождать. Со времен этого немного прошло 16 лет, а обе страны, Грузия и Украина, оказались в военном противостоянии с Россией. И складывается такое ощущение, что вплоть до 24 февраля 2022 года на политическом уровне реально имелась какая-то вера в то, что как-то, но все-таки получится интегрироваться в НАТО, что у Грузии, что у Украины. Например, в 2017 году в грузинской конституции было закреплено положение о вступлении в ЕС и НАТО. Однако, война в Украине все поменяла, обнажила факт проблемы в вопросе обеспечения безопасности и, в общем-то, абсолютную неспособность или нежелание западного мира остановить Россию, если та начинает боевые действия. У Грузии, не забываем, с Россией есть прямая сухопутная граница. И чисто физически шансов в военном противостоянии с РФ у Грузии нет. При этом, если рассматривать в качестве единственного, пусть и не стопроцентного, но гаранта безопасности интеграцию в НАТО, то тут встает другая проблема. Грузию в Альянс пока что никто не принимает. И, как я думаю, принимать не собираются. Если раньше еще, может быть, какие-то кулуарные дискуссии на этот счет шли, то после 24 февраля 2022 года, когда стало понятно, что Россия готова очень далеко зайти в продвижении своих геополитических интересов и превенции вступления таких стран, как Грузия и Украина в Североатлантический Альянс, шансы на то, что Грузия в нынешних реалиях может оказаться среди членов блока, стали практически нулевыми. Хотя и раньше были невысокими. Потому что на Западе тоже учитывают риски, теперь уже видят, что может все дойти до ужасной полномасштабной войны. Но при этом очевидно, что никто из западных лидеров не хочет отправлять своих солдат погибать за какую-то там маленькую страну на Кавказе, как обязывает пятая статья НАТО. И сейчас выходит просто замкнутый круг. Грузия заявляет о желании интегрироваться в Североатлантический Альянс. В Альянсе не дают согласия ее принять, однако заявляют, что двери открыты и надо подождать. Грузия сидит, ждет, Россия говорит, что не допустит такого сценария, на практике показывает, к чему может прийти ситуация в случае эскалации. А Грузия все еще сидит с надеждой в сердце и без каких-либо гарантий безопасности. И этот порочный круг нужно как-то разрывать. Либо уже принимать Грузию в свои ряды, либо честно сказать, извините, ребята, мы вас к себе не возьмем, потому что русские против. А выходит, ни то, ни другое. Потому, если по итогу либо Грузия сама откажется от лишенной перспективы интеграции в НАТО, либо сами лидеры Альянса заявят о том, что не могут принять Грузию, то это будет выглядеть как вполне логичное развитие событий. Если попытка евроинтеграции имеет хоть какой-то успех и какие-то сдвиги, пусть и с переменным успехом и своими нюансами, то попытка интеграции в НАТО пока что никакого успеха не возымела вообще. Желание это хорошо. Хотеть в жизни можно многое. Но желания и возможности не всегда совпадают. Вот Грузия, исходя из своего желания, вполне оправданного, хочет интегрироваться в блок НАТО. Но реальность такова, что соседом Грузии является Россия, которая выступает категорически против того, чтобы Грузия вступала в военный альянс Запада. И в идеальном мире Грузия могла бы плюнуть на то, что там говорит РФ, исходить из того, что является суверенным государством и стать членом НАТО. А в реальности возможности для Грузии вступить в Североатлантический альянс Россия по факту блокирует. И пока что нет предпосылок к тому, что РФ поменяет свою политику по данному вопросу. Ровно так же, как и нет оснований считать, что Запад будет готов в ближайшие годы интегрировать Грузию в свою военную экосистему. Грузия это страна, которая обречена быть соседом России. Это реалии нашего мира. Также для Грузии само собой первостепенным является вопрос оккупированных территорий. Уже давно не скрывается то, что во многом урегулирование этого вопроса зависит в том числе и от вопроса НАТО. РФ прямым текстом заявляет, что НАТО – красная линия, переступить которую она Грузии не позволит. И вот на этой почве возникает следующий вопрос. Если Грузия окажется перед прямым выбором между продолжением тщетных попыток интеграции в Североатлантический Альянс, либо же предложением о том, что в случае принятия нейтрального статуса можно будет начать переговоры о деоккупации территорий, то каков будет выбор Грузии? Продолжение следует...